Друзья, привет! Сегодня снова говорим о курении Курении табака Дело в том, что Оказывается, я не знаю Для меня это... Я, видимо, давно не общался С подобными людьми Но, оказывается, есть люди Среди нас Которые до сих пор не знают, что никотин Это наркотик, понимаете? Мы это, как правило, курящие, конечно, люди Я тут недавно выпустил ролик По поводу курящих девушек И вот мне прям там Девушки не писали, а писали мужчины Они прям такие разгневанные Как? Наркотик? Ты что? То есть человеку пишешь Так ты почитаешь, что у тебя на пачке написано Они тебя убивают А ты это покупаешь То есть человеку никак не объяснить Что это наркотик И, с одной стороны, это понятно Какой же это наркотик, думает человек Если этот продукт, в кавычках Продается рядом с жвачками Детскими игрушками Соками, не знаю, там, фруктами И так далее То есть ребенок все это видит Какой это, может быть, наркотик Почему-то героин Даже марихуану не продается нигде Даже в специальных магазинах А сигареты, пожалуйста, в любом ларьке В любом магазине На самом видном месте Чтобы человек не забыл их купить А обязательно приобрел Если вы думаете, что Никотин это какой-то легкий наркотик Типа его можно употреблять Ведь сейчас говорят Сахар наркотик, шоколад наркотик Кофе наркотик Наркотиков много Почему бы никотин не употреблять, да? То посмотрите ролики в ютюбе Про людей Которым отрезали конечности Из-за употребления Именно никотина То есть сигарет Причем им говорят, что Мы тебе сейчас отрежем вторую ногу Бросай курить Мы тебе их отрезаем Из-за того, что ты куришь Врачи говорят То есть люди говорят Нет, отрезайте Я буду курить Мне это нравится Если вы думаете, что Это люди какие-то Слабохарактерные Безвольные Типа я-то красавчик Или красавица Я-то все, что хочу Все делаю Да Мне ничего не остановить Сила воли зашкаливает 80-й уровень То пример такой Был вратарь Яшин Известный там На весь мир Давно это было В советское время еще Футбольный вратарь И ему отрезали конечности Из-за табакокурения И он знал, что ему отрежут Типа он мог бросить курить И его бы там спасли Он не бросил Зачем? Я буду курить дальше Мне это нравится И все наркоманы Они так себя успокаивают Что мне это нравится Я курю там Или колюсь Или бухаю И потому что у меня зависимость Я не могу бросить Конечно же я могу бросить Мне просто нравится Нельзя лишать себя удовольствий Зачем эти запреты Что там они еще Кто бред говорят? А, нужно попробовать в жизни все И прочее, прочее Ну вот это все навязано Это бред Друзья, надо что-то делать с этим Самое действенное Как мне кажется С сигаретами С алкоголем Это Убирать их В другие магазины Специализированные магазины Потому что это такая мера Это как бы и не сухой закон Так как все-таки Эта отрава будет продаваться И с другой стороны Дети уже не будут видеть Каждый день И сигареты, и алкоголь И другую отраву Поэтому, друзья, пишите, пожалуйста В комментариях Как вы относитесь Вообще к продаже табака Алкоголя Ну, сегодня говорим про табак Как вы относитесь К продаже табака В открытом виде Сейчас, конечно, его убрали Там в эти Специальные боксы Но, на сути-то, это не меняет Он на тех же самых местах Плюс Эти Наклейки везде Мы не продаем табак Плится моложе 18 лет То есть Ребенок думает Ой, скорее бы там 18 лет Прийти в магазин И Как взрослый дядя или тетя Купить себе Отравы Покурить Друзья, будьте здоровы И пишите в комментариях Что вы об этом думаете Очень интересует мнение курильщиков Будьте здоровы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!